Дорогие телезрители, я уверен, что сегодняшний гость студии доставит вам удовольствие. Во-первых, потому что он получил летом на кинофестивале «Кинотавр» 1994 года его фильм «Лимита» две премии за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль. Его зовут Денис Евстигнеев. Вы догадываетесь, что он сын нашего великого актера Евгения Саныча Евстигнеева и нашей замечательной, выдающейся деятельнице театра, актрисе, режиссера Галины Борисовны Волчек. Денис, мы с вами познакомились на фестивале «Кинотавр», где ваш фильм, многие считали лучший фильм и считали, что он должен был получить гран-при. В частности, Марк Родинштейн говорил мне, что он бился за то, чтобы именно вам дали эту премию. И по прессе, судя по всему, все-таки пресса считает, что ваш фильм там был лучший, хотя ни мне, ни театральному, ни кинокритику оценивать достоинства других лент. Но все-таки, вот кинокритика писала, что на фестивале «Кинотавр» было не так уж много отличных фильмов. Это просчеты у строителей фестиваля или это состояние нашего кинематографа? Я думаю, что это безусловно. Состояние кинематографа не вина фестиваля, что нету фильмов, как бы нету много фильмов достойных, как бы представлять русское кино на фестивале. Это совершенно не вина фестиваля. А то, что это было две недели, как вы знаете сами, замечательного просто общения друг с другом. И то, что вот, например, я увидел и общался с людьми, которых годами не вижу. Мы же не имеем никакого такого совместного общения. И там это произошло, и это уже очень хорошо, замечательно. Потому что я был несколько раз на Каннском фестивале, и могу это сравнивать. И, безусловно, может быть, программа Каннского фестиваля, безусловно, как бы серьезнее и там больше фильмов, которые заслуживают интерес. Но в Сочи было ощущение, вот лично я это почувствовал, что как бы этот фестиваль, это мероприятие сделано для меня. А в Каннах я чувствую, что это сделано для истории кинематографа, совсем не для меня. Вот в этом смысле мне очень понравилось в Сочи. Вы знаете, я не испытал за последние 4 или 5 лет большего социального удовлетворения, чем вот во время этого кинотавра. Потому что это было какое-то пиршество общения, во-первых. И, во-вторых, это такая концентрация великих или крупных, или выдающихся деятелей русской культуры на метр земли. То есть ты выходишь и вот Чурсина, Шукшина, Нона Мордюкова, Три шага сделал в бок, Абдулов, Соловьев. То есть вот можно назвать просто любые имена, но по списку человек 100 и каждый. И ты можешь обсуждать фильмы, впечатления, политику, идеологию. Если учесть, что сейчас самый большой дефицит в идеологии, мы не знаем, что мы собираемся сделать, то мне кажется, что Марку Родинштейну и Олегу Янковскому удалось сделать какой-то форум для выработки идеологии культуры, какой-то общей позиции. Причем там были разные люди. И Бондарчук с одной стороны, и Соловьев с другой, хотя они сейчас опять, по-моему, уже с одной стороны. Но неважно. В любом случае, это была такая замечательная возможность, такая замечательная возможность для плодотворного, очень плодотворного культурного строительства, что мне почему-то кажется, что Марк Родинштейн и Олег Иванович Янковский заслуживают громадного спасибо. А вот пресса все-таки как-то очень однобоко освещала этот фестиваль. И вот слабо было представлено мировое отечественное кино, и поэтому зачем этот фестиваль нужен? Вот как бы вы объяснили, почему это было? Я с вами абсолютно согласен. Действительно, там все были на одной стороне, я бы сказал, на солнечной. Вот. Больше там другой стороны никакой не было. И все обсуждали и не только идеологию, что, наверное, тоже важно, но просто общались. Вот этого есть недостаток. Да даже и на... Хорошо, но общались-то ведь мы, Денис, мы же не говорили о погоде. Мы все время говорили о вещах, взаимосвязанных с идеологией. И это тоже, и это тоже, конечно. Конечно, ну просто я хочу сказать о том, что... Мы не кратки Курск по СС вырабатывали, но какие-то позиции? Ну, безусловно, и позиции тоже, безусловно. А то, что нет фильмов, я повторяю, это не вина фестиваля. В фестивале, фестиваль, на мой взгляд, сделал все возможное, чтобы привести очень много фильмов. Я, например, был наоборот поражен тому, что я увидел очень много фильмов. Другое дело, может быть, не все, как бы сказать, там были выдающиеся, но это было очень много. Я думал, что сейчас вообще делается меньше фильмов. Я как-то так не видел, что вокруг делается. Я весь ушел в свою работу и был поражен, что снимается кино. Это замечательно. Денис, вот ваш фильм, конечно, трудно тему определить одну, но одна из тем, безусловно, это новое поколение, новые русские. Если вы позволите, я сейчас попрошу нашего режиссера Наталью Георгиевну показать фрагменты вашего фильма, а потом поговорим по поводу этих вот новых. Здорово. Ну что, сломал? Сломал. Есть что-нибудь про меня? Не читал. А это что за лолит с тобой? Сломал, затопилось что-нибудь? Нет. Офис сжечь будем. Меня в банк подставил, а я его подставлю. Возьму страховку. Ты на месте какую-нибудь дыру. Всех баб поеду. И молодых, и старых. Всех пока не ослаблю. Поедешь со мной? Куда ты стул понес? Это мой стул. Назад. Все должно быть красиво. Пожар так пожар. Еще пару трупов для правдоподобия. Знаешь про меня ничего? Я не смотрю. Ивану 20 тысяч. Я сегодня добрый. У меня сегодня пожар. Генеева. Здравствуйте. Какие доллары? И снижают? И снижают? Минута. Очень хорошо. Мы снижаем доллары и снижают. Мы снижаем доллары и снижают. Дайте мне, дядя, отсрочки. У меня офис сгорел. Нет, физически. Ярким пламенем. Вот стою тут на пепелище и плачу. Компьютеры тоже сжигаешь? Тоже. Да разобьете. Да бей хоть все. Браток, дай-ка логику. Яр! 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 Ну что, поехали? Нет, не поехали. Почему? Так нельзя. А как можно? Я отвезу ее туда, откуда взял. Вези. Ну, первый вопрос. У вас, ну, раза четыре, я слышал в фильме ненормативную лексику. Вот слово из четырех букв. Вот это для чего вы делаете? Я это не специально делал. Просто, как бы, фильм современный, от современной жизни. И, безусловно, герои, как бы, говорят живым языком, в который входит вот эта вот ненормативная лексика, о которой вы говорите. Вот. Вот, просто это живая речь. Я это ни в коем случае не делал специально, и потому что я очень боюсь потерять вкус, как бы, и мне кажется, что всегда, когда это сделано специально, в этом есть недостаток вкуса. Мне кажется, что здесь мы это делали более, как бы, скажем, в проброс, что ли. Только, чтобы подчеркнуть современность языка. Ну, если серьезно, то, вот, ваш герой, ваш герой, он меня очень напугал, потому что он невероятно привлекателен. Я специально смотрел, у меня, вот, взял кассету с вашим фильмом, я смотрел не один, а с молодыми тренершами, с женой и с тренершами на «Озере Круглом», и они все очень бы хотели близко познакомиться с вашим героем. То есть, он очень понравился молодежи, они ему будут подражать, но при том, что он привлекателен, и Владимир Машков получил первую премию за лучшую мужскую роль, в общем-то, этот парень, который занимается электронным бандитизмом, он крадет, он жулик, он вор. И вы так вора поэтизировали. Ну, он не совсем вор, как бы, он действительно занимается вот этим электронным бандитизмом, он хакер, эта профессия называется хакер. То есть, он раскрывает коды, раскодирует информацию, которая находится. Ну, крадет чужую, как говорится, крадет чужую собственность. Да, ну, безусловно, безусловно. Один крадет машины, другой крадет антиклориат. Мне показалось, что в этом есть такая современная какая-то профессия, не то, что профессия, а способ жизни, занятие какое-то очень современное. Поэтому мы его сделали вот таким. И я не знаю, что вы имеете в виду, когда апоэтизируем его. Ну, как? Ну, он очень... То есть, вот ему хочется подражать. Молодые ребята будут ему подражать. Вы очень точно сняли, какими с их подкорки, какими они хотели бы быть. И вы очень точно дали им идеал, вот они такими и хотят быть. А девушкам такое очень нравится, они именно таких будут приветствовать, прощерять. Да, это прекрасно, если они будут... Я просто хочу сказать, что жизнь такая, наверное, поэтому такой герой, и, может быть, в нем что-то другое найти, что его даст возможность поэтизировать или, наоборот, не поэтизировать. Но не его профессия. Вот. А то, что жизнь такая, он сегодня действует. Я его хотел сделать вот с такой вот жесткой, как сказать, занятием с таким. Ну, конечно, вы говорите, я отражаю жизнь. Но в то же время вы и влияете на жизнь, потому что у этого фильма, я уверен, будет большой успех. И когда наши молодые люди начнут подражать бандиту, интеллектуальному, опытному, такому талантливому, то все-таки, вот, может быть, вам не говорит цензор из ЦК КПСС, где я никогда не работал, но как-то мне бы хотелось, чтобы другие были идеалы. И мне тоже хотелось бы, чтобы были другие идеалы. Я надеюсь, что там они есть в фильме. То есть, вернее, я хотел их туда заложить. И дело абсолютно для меня не в его профессии. Я даже с вами согласен, если, как бы, что вы говорите, что вот его профессия не дает возможности его, как бы сказать, сделать из него идеал. Но именно недостаток идеалов и есть, как бы сказать, смысл этого фильма. Поиск этих идеалов. Что быть вот таким вот человеком с таким занятием или искать вот то, что ищет главный герой. Он ищет дружбы, которая была с ним 15 лет назад, которую он имел. Он ищет любви, которой у него нету, потому что все это уже, как бы сказать, нет чистого в этом. Нет чистоты и в дружбе, и в любви. Жизнь стала таковой, что все это закрыто какими-то деньгами, социальным положением и чем-то еще. А он ищет вот того, что было раньше, когда он приехал в Москву 15 лет назад. Да, ну вы начали фильм рассказывать. Вот вы говорите про любовь. Фильм-то интересный, его нужно смотреть отдельно. Фильм про любовь, кстати, Кристина Арбакайта, которая была блистательной в чучело, потом никакой. Сейчас опять проявила те качества. Спасибо, мне это очень приятно. Я тоже был очень рад. Я к этому имею небольшое отношение, поэтому... Да, но вот интересно, та любовь, которая показана, значит, первый половой акт через три минуты после знакомства, а потом, значит, Ромео и Джульетта. Это как-то отражает ваш личный опыт? Или... Нет, это такая конструкция этого сценария в том, что... Я бы даже не сказал не Ромео и Джульетта, я бы сказал Золушка. Ну да. Которую он встретил даже не очень в виде ее лица. Ночью опять начинаю рассказывать фильм, но извините. Вот. И это произошло настолько случайно, и он себе сфантазировал. А вот вы, вот интересно, режиссер, вы рассказываете про героя. Это любовь сконструирована или как-то отражает вашу... Да, он ее... Он настолько, насколько ее ищет, ну, в какой-то, в какой-то степени все, что есть в этом фильме, отражает мой опыт, потому что это делал я. Вот. Но конкретно, может быть, нет. Потому что я... Может быть, у меня не было такого конкретного опыта в беседке. Вот. Но это ни о чем не говорит, потому что все, все отражает опыт режиссера и авторов. И тоже непонятно ваше отношение к этим новым богатым. Я не знаю, как надо произносить. Да. Ну, вориш. Я сам не знаю. Ну, вориш. Вот это я не знаю. У Андрея Кнышева прочел «ну воришка» или «ну ворюга». Вот у вас кто? Ну ворюга, ну воришка или ну вориш? Кто они? Я не знаю. Я тоже боюсь это слово произносить. Моя жена точно это знает, как это произносится. А ваши отношения? Отношения у меня... Вот по фильму очень непонятно. И видите, я вам сейчас скажу, почему не... Вот Владимир Максимов очень хорошо пишет про наших новых, богатых. Все как на подбор. Гуманист на гуманисте и благотворителем погоняет. Хоть житья святых с них пишет и пишут. Вот у вас такого критического я не видел. У меня, опять же, нет ни критического, ни восхищения этими людьми. Я просто говорю, что вот в 94-м году в России появилось нечто, что мне стало интересным. Поэтому я снял про это фильм. Вот это я знаю точно. Как я к ним отношусь? У меня есть двойная позиция насчет них. Первое, это вот такая внешняя сторона, которая... Которая сразу бросается в глаза, эти вот огромные мерседесы, эти дома какие-то выстроены, эти костюмы невероятные. И все вот это внешнее. Ночная жизнь, способ общения друг с другом очень определенный. Какая-то стрижка у всех одинаковая, плечи и так далее. Вот. Это все внешне. И второе, но это меня не очень занимает. Второе, что меня занимает, действительно, потому что я считаю, что это кардинально отражается на той жизни в этой стране, где я живу. Это то, что появилось поколение или класс, или группа людей, которые способны что-то сделать. Они обладают какой-то энергией и способностью, и может быть даже талантом некоторым. И они способны сдвинуть здесь эту жизнь. Пока они не цивилизованы, безусловно. Они, может быть, даже дикие. Но выучатся их дети, внуки. Они там вернутся из каких-то университетов. И вот это уже станет та сила, которая в этой стране и будет действовать. Вот это зачаток, вот этой силы я чувствую в этих людях. Потому что... Как вы относитесь к Солженицыну? Солженицыну? Я сейчас объясню, почему. Да, пожалуйста, я сразу... В последней Литгазете было фрагмент из его выступлений, где он считает, что от этой публики ждать ничего хорошего не приходится. Что они могут только делать деньги, не производя благополучие для других и товары. Они просто занимаются махинациями. И, в общем-то, это слой, который ничего, кроме второго продолжения предыдущего ига, не несет нам. Да, я вот до Солженицына скажу касательно этого, что мне кажется, что вот появился этот эгоизм, безусловно, появился у этих людей. Это, может быть, основа их вообще идеологии какой-то. И я считаю, что, если вы меня поймете правильно, что это неплохо. Потому что... Это может быть даже хорошо. Потому что в этой стране очень много и долго говорили о счастье миллионов. И если найдутся люди, и вообще чем больше их станет, которые станут говорить о счастье своем и своей семьи, и, может быть, нескольких друзей, то тем меньше будет народу выходить с оружием в руках, на баррикады и так далее, и бороться за счастье миллионов. Вот это, мне кажется, очень существенный вопрос. Если каждый начнет заниматься хотя бы счастьем своей семьи, это уже будет замечательно. Что касается Солженицына, я в течение вот уже там больше пяти лет слышу очень плохо вообще о жизни здесь. И вначале я не выключал телевизор, потому что это было очень интересно. Особенно после того времени, когда мы ничего не слышали плохого. А сейчас мне уже стало это очень много. И я уже не слушаю это. И если он как бы приехал говорить, как здесь плохо и будет плохо, и беспросветно, то мне это просто, лично мне, это не так интересно. Нет, но у него же достаточно института. А если это просто приезд домой, как бы, великого писателя, то я это очень приветствую и, безусловно, его уважаю и, как сказать, воспитывался на его книжках. Но я не хочу уже, мне кажется, уже перепонялся какой-то лимит вот этого плохого о России вообще. Мне кажется, уже надо их хорошо говорить. Вне зависимости, плохо здесь будет? А я не знаю. Ну, наверное, нет. У меня ощущение, что здесь плохо не будет, поэтому я как бы не говорю. Но все равно вот так вот пусто, пустословием заниматься таким вот, когда все плохо, вот это мне уже стало много. Ну, мне это лично. Денис, я вот перед зрителем сделаю такое извинение. Вы мне разрешили задать вам любые вопросы. Абсолютно. Не только корректные, тактичные, но любые. Вот Евгений Александрович Евстигнеев очень рано разошелся с Галиной Борисовной Волчек. И обычно, когда отец, так сказать, расходит с матерью, то отношения всегда бывают напряженные. Какие у вас были с ним? Конечно, он великий артист, но ведь нам интересно не ваше отношение к великому артисту, а ваше отношение к отцу истиннее было. Да, у меня нету, не было тогда, вернее, в том периоде, о котором вы говорите, у меня не было отношения к нему как к великому артисту, безусловно. Мне было очень мало лет, поэтому я так не могу вам сказать конкретно, что я чувствовал в то время, но как-то жизнь шла, и вроде бы вначале, вначале это было не такое активное общение у нас с ним, а потом это все стало со временем как-то нормально нормализоваться. Перед самым его смертью мы уже абсолютно были нормальными, я бы сказал, друзьями. А вот с Галиной Борисовной, конечно, она возглавляет театр, который в течение последних 25 лет не уступает ни одному другому театру нашей страны. По крайней мере, всегда современник аншлаг, там сборная союза, там лучшие актеры, у нее лучшие спектакли, она и актриса замечательная, и режиссер. Но вот вы ее воспринимаете как такую вот блистательную деятельность театра, когда ей было юбилея, она великолепно одета, красива, окружена друзьями. Или все-таки это мама, у которой там, я не знаю, может и печень не очень хорошо, которую нужно поддерживать. Это вот как ваше отношение с ней, как с выдающейся актрисой и режиссером, или все-таки женщиной, которая нуждается в сыне, в немании? Ну, безусловно. Безусловно, как к матери у меня к ней отношение. И у меня нет абсолютно отношения как к выдающемуся режиссеру и актрисе. И даже наоборот, я эту силу не вижу, к сожалению, может быть. Вот я вижу только слабость, и не знаю, до какой степени я могу ее сгладить, и, как сказать, ей дать какую-то энергию, но я по возможности пытаюсь. А то, что касается ее работы, раньше я очень участвовал в этом, в жизни театра, вообще ходил на репетиции, а в последнее время уже это просто невозможно. У меня уже своя какая-то, свой профсоюз, и я там полностью. Я даже не знаю, что в театре происходит. Это понятно, потому что... Свои сложности дикие, как везде. Вы можете ведь утвердить себя, как Денис Евстигнеев, только противопоставляя себя двум другим выдающимся деятелям, Евстигнееву и Волчеву. Это все закончилось давно. Давно уже, да? Ну, не давно, но это раньше я комплексовал по этому поводу. Отец меня подвозил в институт несколько раз. Я просил его останавливаться за два километра, чтобы меня не видели выходящим из его машины. Вот. Потом я снимал картину после института в Одессе с ним. Он снимался в этой картине. И я даже не знал от комплекса своего, вот от этого, о чем вы говорите. Я не знал, как к нему обращаться на съемочной площадке. Я говорил, вроде папа у меня не позволял вот этот комплекс, а говорить Евгений Александрович, это было что-то такое партийное абсолютно, когда жены мужей называют по имену отчеству. Вот. И я к нему как-то «эй» обращался, что такое междометие, что-то среднее. Вот. А потом эти комплексы все прошли. Ну, это естественно, как бы, когда чем ты больше, чем ты занимаешься своим, появились какие-то, может быть, успехи, там. И уже как-то я свободен от этого. Денис, вы использовали термин «мой профсоюз», но у вас в детском садике была очень хорошая компания. Миша Ефремов, Антон Табаков, то есть вы вместе росли. Да. Я всегда вот завидовал каким-то группам деятелей культуры, вот там Миронов дружил, Андрей Миронов дружил с Рязановым, и там у них был и Горин. Вот у вас эта компания продолжает функционировать, вы друг друга подпитываете, или уже этого нет? Нет, нет, этого уже нет. Все занимаются своим делом, разным, и от этого все, как бы, это разошлось. А действительно это было, и Антон Табаков, а сейчас я Антона совсем не вижу, вот был недавно на его свадьбе. Понятно. Ну, я думаю, что благодаря вот мне зрители узнали, как живут любимые наши актеры, что у них происходит в жизни. Все-таки нам это интересно. Ну, конечно. И то, что вы были откровенны, мне кажется, сделало нашу жизнь богаче. И я убежден, что когда выйдет ваш фильм, его все будут смотреть с громадным интересом, и ему уготована долгая и яркая жизнь. Спасибо большое.